Разминирование территории Украины потребует огромных усилий. Великобритания предоставит шесть подводных беспилотников для очистки береговой линии. Сербия и Косово договорились о свободном передвижении между своими территориями. Временные документы на въезд и выезд будут ненужны. Стихийное бедствие в Пакистане. Свыше трех миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома из-за масштабных разрушений, вызванных проливными дождями и наводнениями. Великобритания предоставит Украине шесть подводных беспилотников для разминирования береговой линии. В ближайшие месяцы десятки украинских военных пройдут обучение на базах Британского королевского военно-морского флота. Этот подводный дрон будет очень полезным для поиска мин у береговой линии, особенно в таком критически важном районе, как вблизи Одессы. По словам министра обороны Великобритании, нельзя допустить, чтобы циничные попытки России удержать мировые запасы продовольствия ради выкупа увенчались успехом. Первая группа украинских военных уже приступила к обучению. Они смогут очень быстро очистить основной путь из своих портов. Это очень важно из-за огромного давления, глобального давления, направленного на то, чтобы уже действительно начать разгружать то, что можно назвать горой зерна, которая скапливается в Украине. И это не только зерно, это также и растительное масло и кукуруза. Нужно, чтобы все это пришло в движение. По официальным оценкам, почти треть территории Украины требует разминирования. На востоке страны жители, расположенных у линии фронта населенных пунктов, постоянно сообщают об опасных находках. А саперы заявляют об обнаружении сброшенных российскими силами неразорвавшихся зарядов кассетных бомб, запрещенных международным договором. Власти Славянска, города в Донецкой области Украины, призывают жителей эвакуироваться. В результате российских обстрелов в Славянске было разрушено здание техникума и один из жилых домов. О погибших и пострадавших сообщений нет. В субботу утром россияне нанесли удар по Харькову. Ракеты попали в центр города. В полицейском управлении региона сообщили, что обстрел велся из зенитных ракетных комплексов С-300. Куда стреляли, не понимаю. Если это военный объект, тогда я как минимум индирогандин. Другого слова, даже слов сказать по этому поводу нет никаких. Есть только одни выражения, которые повторять не хочется. Сообщается, что российская армия подошла к Бахмуту, город под постоянными обстрелами артиллерии. Под данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате частичного обрушения пятиэтажного дома под завалами находится по меньшей мере один человек. А нам некуда деваться. Куда нам деваться? Выезжать? Я отсюда не выеду. У меня тут отец, мать похороненный. Понимаете, у меня еще бабушка престарела. Кому она нужна, кроме меня? Ну, кому. Скитаться так где-то, с ним квартиры. Так я лучше в этих руинах буду. Но оно мое. Понимаете, я... Боевые действия продолжаются вблизи крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. Минобороны России сообщают, что за сутки по территории станции ВСУ выпустили 17 снарядов. 10 из них, как утверждается, разорвались в 30 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива. Украинская госкомпания «Энергоатом» сообщает, что обстреливают станцию российские военные. И предупреждает, что есть серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС. Как ожидается, на следующей неделе станцию посетит миссия «МАГАТЭ» под руководством главы организации Рафаэля Мариана Гросси. Польша и Чехия подписали в субботу соглашение, в рамках которого они с 1 сентября будут охранять воздушное пространство Словакии. Так как Братислава выводит из состава своих ВВС советские истребители МиГ-29 для потенциальной передачи Украине. Договор будет действовать, пока Словакия не получит новые американские истребители F-16. Ожидается, что это произойдет в 2024 году. О возможности передать Украине 11 советских самолетов министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил в прошлом месяце. После подписания документа на вопрос о передаче самолетов министр ответил, что Словакия ведет переговоры о помощи с Украиной и партнерами в ЕС и пока не знает, какой будет эта помощь. В этот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал договоры о приобретении у Южной Кореи 180 танков К-2 Black Panther и самоходных артиллерийских установок К-9. Мы укрепляем обороноспособность Польши. Мы делаем выводы из происходящего за нашей восточной границей, заявил министр. Сербия и частично признанная республика Косово договорились о свободном перемещении между своими территориями без выдачи временных удостоверений личности. До этого времени Белград, не признавая косовские документы, при въезде в Сербию выдавал их обладателям временные. Приштина собиралась ввести зеркальные меры, что привело к очередному обострению конфликта. Сербия согласилась отменить въездные и выездные документы для людей с косовскими удостоверениями личности, а Косово согласилась не вводить их для обладателей сербских удостоверений. Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией со своими документами. Евросоюз получил гарантии от премьер-министра Курти на этот счет. Сербские власти подтвердили, что теперь будут признавать косовские документы для въезда в страну, но подчеркнули, что это ни в коем случае не означает признание Белградом независимости Приштины. При этом вопрос о признании автомобильных номеров до сих пор остается нерешенным. Сербия не намерена проводить общий европейский парад ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. Массовые мероприятия в рамках Европрайда планировались на период с 12 по 18 сентября. Вучич признал, что решение затрагивает права сексуальных меньшинств, но отметил, что страна сейчас сталкивается со множеством проблем. Выступая на пресс-конференции, сербский лидер заявил. Парад гордости, или как бы вы это ни называли, запланированный на сентябрь будет отложен или отменен. Я говорю это не потому, что я этому рад. Я говорю это потому, что на данный момент мы не можем его принять. У нас намечена встреча лидеров инициативы «Открытые Балканы» и есть серьезный кризис в Косове, который не исчезнет, по крайней мере, к концу октября. И я боюсь, что он будет только углубляться. Несмотря на заявление власти, организаторы мероприятия утверждают, что оно состоится. Государство не может отложить проведение Европрайда, только запретить. Но это будет нарушением Конституции. Парад пройдет 17 сентября в 17 часов перед зданием парламента. Право на проведение прайда было признано ЕСПЧ одним из основных прав человека. Любая попытка запретить его является нарушением соответствующих статей Европейской Конвенции о правах человека, ратифицированной Сербией. На той же пресс-конференции Вучуч сообщил, что предложил народной скупщине кандидатуру Анны Брнабич для утверждения в качестве премьер-министра на новый срок. Брнабич – первая открытая лесбиянка на этом посту. Несколько лет назад ультраправые пытались сорвать гей-прайд, на котором присутствовала глава правительства. Свыше трех миллионов жителей Пакистана вынуждены были покинуть свои дома из-за масштабных разрушений, вызванных проливными дождями и наводнениями в различных регионах страны, особенно в южных провинциях Синты-Белуджистан. С середины июня жертвами удара стихии стали уже более тысячи человек. Десятки тысяч строений не подлежат восстановлению. Природная катастрофа затронула более 30 миллионов пакистанцев. Вода начала затапливать наши районы. Я приехал сюда, чтобы спасти себя и свой домашний скот. Некоторые мои дети остались дома, они на крыше. Я их эвакуирую после того, как поставлю здесь палатки. Такие наводнения в прошлом уже были в этом районе. Дома тогда тоже были разрушены, и потом нам помогли их отстроить заново неправительственные организации. На этот раз наши комнаты снова оказались под водой и разрушены. Мы смогли спасти только свои жизни. В нынешнем муссонном сезоне это уже восьмой дождевой цикл, тогда как обычно в Пакистане их бывает три или четыре. Власти признали зоной стихийного бедствия практически всю территорию страны и обратились за помощью к международному сообществу. В течение нескольких дней во Франции были задержаны двое добровольцев, помогавших тушить лесные пожары по подозрению в поджоге лесов. Одного из них, 27-летнего молодого человека, обвиняют в том, что из-за его действий вблизи озера Вуглан 10 августа выгорело 230 гектаров леса. Это позор. Никаких поблажек в этом деле быть просто не может. В Гренобле с четверга за решеткой находится 35-летний доброволец. Его подозревают в том, что он совершил серию поджогов в городе Вив, в департаменте ИЗР. В конце июля в регионе Эро еще один добровольный помощник пожарных сознался в полиции в том, что совершил несколько поджогов ради адреналина и общественного признания. У нас есть несколько доказательств, указывающих на то, что было совершено преступление. В частности, то, что несколько пожаров начались одновременно. По официальным данным, с начала лета во Франции задержаны 34 человека, которых подозревают в поджоге лесов.